Какие секции и кружки популярны у детей Неницкого округа и почему переезжает Дом детского творчества? На Ринмаре обсудили концепцию развития дополнительного образования в регионе. Круглый стул приурочили к изменениям, которые произошли в области доп. образования за последний год. Переход учреждений с муниципального на региональный уровень, нормативно-подушевое финансирование и дефицит бюджета – вот главные причины, которые собрались обсудить за круглым столом. Участникам заседания необходимо выработать единую систему функционирования, дополнительного образования в новых экономических условиях. В регионе у нас ситуация уникальная, на самом деле. Дополнительное образование для детей бесплатно. Все мощности и в спорте, и в сфере искусств находятся активы. Активы окруженные. Немногие регионы могут таким положением дел похвастаться. В то же время жители округа отмечают – в регионе много спорта, физкультуры, художественно-эстетического направления. И совсем не хватает интеллектуальных и технических кружков. Родители и педагоги предлагают вернуть то, что раньше называлось «Станция юных натуралистов» и «Кружок авиамоделирования». Определяя научно-техническое творчество одним из приоритетов дополнительного образования в округе, потому что уже не секрет никому, что мы стоим предпоследние по Российской Федерации, по охвату детей именно в данном направлении. Поэтому планомерно включились работы уже в настоящее время в Центре детского творчества, разработаны программы. Кроме содержания образовательных программ, будет корректироваться и финансирование. Учреждения ДОП образования совместно с депутатами постараются найти оптимальный и эффективный способ. К примеру, Дом детского творчества больше не будет платить ежегодно 25 миллионов рублей за аренду помещений. С января 2010 года они находились в этом арендованном здании, то порядка 150 миллионов уже оплачено было как аренда. Вы правы, что можно было построить, наверное. С другой стороны, учреждению необходимо не только помещение, но и материально-техническая база. Сегодня дополнительное образование нуждается в модернизации оборудования. Все рекомендации и предложения будут отражены в резолюции по итогам круглого стола.